Уважаемые коллеги, я прошу всех включить аудио и видеосвязь. Давайте начнем наше мероприятие, посвященное 75-летию принятия на Лондонской конференции Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Музей Победы, который предоставил нам площадку Российско-исторического общества, Культурно-просветительскую ассоциацию Орден за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии, которое, к сожалению, находится сейчас на периферии общественного сознания, а между... очень зря, потому что это такое очень важное событие не только для самого трибунала в Нюрнберге, но и вообще для остановления международной правовой системы в части борьбы с военными преступлениями и преступлениями против человечества. Мне хотелось бы передать слово Александру Григорьевичу Звягинцеву, историку, писателю, юристу, заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, сенатору Международной ассоциации прокуроров и, главное, человеку, который сделал больше всего из ныне живущих для популяризации объективного знания о Нюрнбергском процессе не только в России, но и во всем мире. Александр Григорьевич, вам слово. Спасибо большое. Действительно, это очень мудрое решение, что мы сегодня проводим такую связь и отдаем должное Лондонской конференции. Я хочу напомнить, что Лондонская конференция проходила 26 июня 28 августа, она завершила свою работу в Лондоне, проходила она на Агре Смит-Стрите и достаточно драматично, и, к сожалению, не хотят анализировать многие современные историки, как же развивались события на Лондонской конференции, но я бы хотел остановиться на этом и отдать должное тем, кто сумел все-таки в то непростое время, достаточно уже политизированное, найти общий язык, и, несмотря на различия в идеологической, экономической системах своих, вот, несмотря на различные системы права, у нас, как было известно, была своя система права, была континентальная во Франции, англосаксонская в Великобритании и США, но, тем не менее, мы нашли общий язык и подписали устав и соглашение 8 августа 1945 года. Ну, вот, через несколько месяцев мы ответим 75 лет начало Ерунбетское трибунало, и предтеченье Ерунбетскому трибуналу это, конечно, Лондонская конференция. Конечно, нужно сказать, что она сформулировала правовые основы, но были и маяки. Это, конечно, политики, которые 17 июля по 2 августа заседали в Потсдаме, в Цишлинхофе, где проходила Берлинская или Потсдамская конференция, где разрабатывалась так называемая система еще и 4-х Д, как мы ее называем, деницификации, делимитаризации, денационализации, декатализации, вот, и чего греха таить, что, значит, правовые лидеры своих стран, которые были уполномочены, значит, найти общий язык и создать международный трибунал, значит, ориентировались все-таки на Потсдамскую конференцию. Но это и неудивительно, ведь, потому что движущей силой подзамская конференция был Советский Союз международного трибунала. Я хотел бы еще раз напомнить, что с самого начала Второй Великой Отечественной войны мы предлагали создать международный трибунал, и к этому потихонечку подходили к наши союзники, если раньше они думали, где поставить виселицы и длину веревок, хотели просто мерить, на каких вешать преступников, или стрелять их при попытке к бегству, ну, а некоторые более такие смелые лидеры предлагали вообще кастировать немцев, чтобы они не рождали подобных таких агрессоров, которые бы развязывали войны, то мы настаивали на том, чтобы прошла конференция, международная конференция, и Сталин в конце войны, обсуждая этот вопрос, в частности, с Черчиллем и с Рузвельтом, он Черчиллю отметил, когда тот предложил создать конференцию, создать международный трибунал более экономичный, более быстрый, Сталин сказал, нет, более политизированный даже, трибунал должен и суд над ними состояться обстоятельный, юридически обоснованный, чтобы он проанализировал все детали их преступных злодеяний, и потом он Черчиллю добавил, вы знаете, пройдет время, потом скажут, что вот собрались победители, вот мы здесь, Сталин, Черчилль и Рузвельт, и просто свели счеты со своими противниками. Как видим, вот сейчас хотят пересмотреть некоторые бывшие наши союзники, и не только они, но и другие, итоги Второй мировой войны, и даже есть попытки пересмотреть итоги Нерумбетского трибунала. Вот, если бы не состоялся Нерумбетский трибунал, это последняя точка Второй мировой войны, то я не знаю, в общем-то, смогли бы мы в относительно спокойном мире прожить 75 лет. Ведь на основе этих Нерумбетских всех выводов, заключений, приговоров были приняты Нерумбетские принципы, декларации. Кстати, мы в этом году отмечаем 70 лет принятия, в 50-м году у нас, в принципе, были приняты на Генеральной Ассамблее о декларации Нерумбетских принципах. Вот, кстати, в этом году вступила, кстати, в действие конвенция, которая была принята 2 декабря 1948 года в борьбе с геноцидом в 50-м году. Мы тоже в этом году отмечаем 70 лет. Так что такой, в общем-то, своего рода юбилейный год. И все это благодаря, конечно, Нерумбетскому процессу. Мы, благодаря Нерумбетскому процессу, приняли соответствующие международные документы, которые ликвидировали сроки давности к преступлениям против мира и человечности. Поэтому вот фундамент Нерумбетскому процессу, правовую основу, заложила именно лондонская конференция. И борьба шла там, и не всегда это удачно проходило. Ведь тот же Джексон, который был диригирован в Лондон, он даже посетил нашего посла при приезде в Лондон, переговорил. Но потом, значит, мы не могли найти общий язык по многим составляющим, по судоустройству, по проведению процесса. Ну и по другим. Это долго можно рассказывать, вот, проводя анализ лондонской конференции. Но даже доходило до коллапса. 20, например, я только один пример приведу. 26 июля Джексона даже сдали нервы. Он прилетел, значит, в Потсдам, встретился с госсекретарем и говорит, что вы знаете, ну вот мы не можем найти язык с русскими. Вот, может быть, нам самим провести эту международную конференцию. Вот был и такой факт. Достаточно трагический в Лондонской конференции. Об этом сейчас мало кто вспоминает и мало кто пишет. А в документах он есть, засвидетельствовал. Ну и тогда госсекретарь США посоветовал Джексону вернуться все-таки в Лондон и искать общий язык с русскими. Ну, американцам, во-первых, нужно было завершить войну на Дальнем Востоке. И, конечно, только двумя ягерными бомбами они понимали, что они не смогли решить дальневосточную проблему. Это Маккурт говорил, кстати говоря, командующий, который руководил токийским процессом. Вот, и они предсказывали, что там, если Советский Союз не вступит в войну, то Америка может потерять до двух миллионов человек. Вот, ну и все-таки, значит, нужно сказать, что Потсдамская конференция, это была не Ялтинская конференция. Если Ялтин, потому что, если, я хочу показать политический фон, как сложно было проводить Лондонскую конференцию. Если Ялтинская конференция, Рузвельт говорил, что это семья, дружная семья, которая собралась вместе и которая принимает общее решение, и к нам предстоит очень много сделать, то на Потсдамской конференции, когда уже Рузвельта не было, и когда там представляли, значит, его, значит, Трумэн представлял, Черчилль, а потом, когда Черчилль ушел в Остапу, его представлял Этли, то, естественно, там другой был дух уже, был другой дух. Но, тем не менее, на Потсдамской конференции удалось договориться, что, значит, германский милитаризм и нацизм должны быть искоренены, и союзники должны согласие от друг друга принимать меры к тому, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям. Все-таки дух этот немножко сохранился, хотя я бы назвал, что Потсдамская конференция – это семья уже накануне развода. Там уже, мы знаем, как англичане придумали операцию «Немыслимую», о которой они хотели, вообще-то предусматривало нападение на Советский Союз 1 июля, и 1945 года, ну, потому что американцы не поддержали, не удалось им, наверное, осуществить эти планы, они были встревожены в стремительном движении наших войск на Запад. Но это отдельная тема для разговора, то, что касается операции «Немыслимую». Я все-таки вернусь к нашей лондонской конференции. На лондонской конференции, значит, превалировала все-таки, я думаю, в идеологическом и правовом плане советская точка зрения. Почему я настаиваю на этой точке зрения? Ну, во-первых, там был наш выдающийся юрист, Тройнин присутствовал, Рон Наумович. Он автор многих работ, до войны две прекрасные работы написал. А в 1944, то, что касается преследования преступников за совершенные военные преступления, в 1944 году во время войны он сделал прекрасную работу об уголовной ответственности гитлеровцев, которая была переведена на разные языки и внесла существенный вклад в развитие международного права. Ее читал тот же Джексон и читал лорд-канцлер Джоид, который сменил Файфа. Как вы знаете, победили консерваторы, ушли. На смену пришли их соперники и Файфа, руководителя лондонской, руководителя английской делегации временно, с 1 августа сменил лорд-канцлер Джоид. Они читали эту работу, они читали, и они признавали, что Тройнин внес огромный вклад. Ну, нашу делегацию представлял там, я уже сказал так, Рома Новымович Тройнин, и, конечно, возглавлял ее Иоанн Тимофеевич Никиченко, выдающийся юрист, заместитель, председатель Верховного суда СССР, генерал, вот, значит, возглавлял военную коллегию, его очень ценили, его коллеги. Вот мы снимали фильм, Неромбет, 70 лет спустя, значит, банальное зло, кровавые деньги, свидетели о Неромбетском процессе, и встречались с последними оставшимися живыми участниками Неромбетского процесса, их детьми, внуками, они говорили, что их память, светлую, светлая память, светлую память хранит вот Иоанн Тимофеевич Никиченко, это я отмечал, Лоуренс, мы встречались с его детьми, с его родственниками, и Файфа родственники, и американцев, вот, мне в ней раз приходилось встречаться с руководителем фонда Джексона, вот, они все с благодарностью вспоминают выдержанность, профессионализм, умение прийти на помощь при принятии сложных юридических вопросов Иоанна Тимофеевича Никиченко. Но, вот, как бы трагически не складывалась работа на лондонской конференции, но, тем не менее, нам удалось, в общем-то, прийти к единому мнению, и очень быстро, практически, вы посмотрите, с 26 июня по 8 августа, создать устав Международного трибунала. Потом эту работу подхватил комитет обвинителей, который ее продолжил, но это уже следующий этап работы, но основа была заложена тогда, вот. И я считаю, что лондонская конференция, она имеет неприходящее значение, вот, когда есть политическая воля руководителей, то мы всегда и видим, что можно найти способ решения той или иной проблемы. Вот, ну, если кратко так, я надеюсь, что вы мне потом дадите слово, я дополню. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Значит, к сожалению, наша конференция, которая планировалась как нечто большое, и очная, она проходит сейчас в онлайн в связи с эпидемией коронавируса, но помимо этого нас еще преследуют некоторые технические сложности, связанные с тем, что Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, вот, должен вот-вот выйти на связь, вот, пытается к нам подсоединиться, Станислав Давыдов, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы. Значит, сейчас я хотел бы предоставить... То есть, надо было бы продолжить, если надо... Вы сейчас продолжите, Александр Григорьевич. Сейчас я хотел бы предоставить слово внуку Романа Руденко, главного обвинителя на Нюрнбергском процессе, Михаилу Амерджанову, для того, чтобы он, так сказать, если так можно выразиться, разбавил нашу наукообразную беседу такими бытовыми зарисовками, связанными тоже с подготовкой к Нюрнбергскому процессу. Михаил Михайлович, вам слово. Михаил Михайлович, включите, пожалуйста, микрофон. Так, удалось, да, видимо? Да, да, Михаил Михайлович, мы вас слушаем. Спасибо за предоставленное слово. Вы знаете, дед Роман Андреевич, как правило, в домашних разговорах редко обсуждал на служебные вопросы, и в основном, если он что-то и обсуждал, то это происходило с супругой Марьей Федоровной, моей бабушкой, или по ряду ситуаций с мамой, старшей дочерью Галиной. Но вопрос, связанный с Нюрнбергским процессом, дед обсуждал достаточно охотно, хотя вот такой нюанс, как происходило его назначение на должность главного обвинителя на Нюрнбергском процессе, стал мне известен уже после его смерти от бабушки, где-то уже в начале 80-х годов, когда, так скажем, перестроечные обсуждения нашей истории несколько отбушевали, и бабушка охотно отвечала на многие вопросы, которые я ей задавал. И вот как раз зашел разговор о том, как состоялся выбор главного обвинителя на Нюрнбергский процесс, потому что от деда я знал, что его кандидатура была утверждена Сталином, дальше он не распространялся. Как известно, работа над подготовкой суда над фашистским военным преступником велась Советским Союзом уже с 42-го года, и, как вот Александр Григорьевич сейчас упоминал, немало усилий советской дипломатии, и лично Сталина потребовалось для того, чтобы американцы-англичане, которые изначально неисклонны были церемониться с организацией такого процесса и соблюдением нормальных процессуальных норм, согласились с советским видением осуществления правосудия. В Советском Союзе работу по созданию Международного военного трибунала и выработке его устава курировали Молотов Вячеслав Михайлович и Андрей Юнарич Вышинский, который, в частности, в качестве замминистра иностранных дел возглавлял комиссию по руководству работы советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. И, как мне вот рассказывала бабушка, Вышинский очень хотел сам быть главным обвинителем от СССР на этом международном процессе, полагая, что это станет апогеем его карьеры как государственного обвинителя, ну, позволит ему снискать определенное международное признание и несколько нейтрализовать, так скажем, его известность по политическим процессам 30-х годов, а также выведет его, естественно, на прямой диалог регулярный с Иосифом Сережевичем Сталиным, который не скрывал, что придает в процессе огромное значение и будет непосредственно следить за его работой. Но к тому времени, когда надо было определяться значением обвинителя от СССР, на освобожденной от оккупации территории страны, уже прошли процессы по преступлениям и злодеяниям фашистских оккупантов и их приспешников. В частности, и на Украине проходило несколько процессов, и, кроме того, где дед был главным прокурором. Кроме того, прошел и так называемый процесс 16-ти, это по делу о деятельности в тылу Красной Армии польского подполья, армии Краевой. И там уже получилось, что это был процесс таким международным измерением. Как выяснилось позднее, Сталин ознакомился практически со всеми выступлениями обвинителями на этих процессах, и когда Вышинский докладывал ему об очередном этапе подготовки союзника Международного трибунала поинтересовался, кто будет представлять обвинение от СССР, Сталин сказал, что ехать должен прокурор Украины Руденко. При этом он заметил, что Руденко очень последовательно, логично и жестко ведет линию обвинения. Это очень понадобится на предстоящем процессе. И после этого он дал распоряжение о вызове Романа Андреевича в Москву, чтобы лично с ним познакомиться и лично объяснить ему задачи, стоящие перед советским обвинением на процессе. Предполагалось, что к этой встрече будет готов уже и набросок выступления обвинителя на процессе. Естественно, что это возбудило определенную ревность у Вышинского, который пристально и не всегда, так скажем, доброжелательно следил за всей работой по подготовке и осуществлению трибунала. И еще несколько, так скажем, усугубилась ситуация вот такая конфликтная, когда Дед подготовил проект выступления на открытии трибунала. Вышинский его раскритиковал и переделал, предоставив Сталину свою версию. Сталин же остался не очень доволен полученным проектом Вышинского, начал вносить справки, которые во многом были созвучны тому, что изначально написал Дед. А помощник, естественно, докладывая всю информационную, так называемую, подкладку по подготовке вопроса, положил Сталину на стол и изначальную версию выступления, которую готовил Дед, которую предоставили, ну, в кавычках, доброжелатели Андрея Януаревича Вышинского, уловившие настроение вождя и решившие тоже воспользоваться моментом, чтобы Андрей Януаревич не смог снова усилить свои позиции. То есть определенный элемент такой интриги здесь присутствовал. И Вождь не применил поставить ему на вид, что вот, мол, есть хороший проект документа, и не надо вмешиваться в работу человека, который правильно и грамотно делает свое дело. Ну вот практически после этого, дальше уже Дед был вызван в Москву, ему было объявлено о том, что он назначается, главный обвинительный нюнеруберский процесс. Вот в такой обстановке состоялось это назначение. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Очень интересный, очень интересный рассказ. К нам поступил вопрос для Александра Григорьевича Звягинцева. Вопрос не к вам не только как, это вопрос к вам, мне кажется, не только как к историку и популяризатору, а скорее как к правоведу и юристу. Вопрос такой, не можете ли вы рассказать несколько слов о том, как удалось на лондонской конференции во время подготовки устава совместить разные системы права, которые были у стран-участниц, и как удалось договориться о каком-то формате всех устраивающих? Не можете ли вы рассказать что-то о кухне в кавычках этого дела? Ну, очень хороший вопрос. Да, вот Михаил уже, я немножко вот здесь хочу дополнить по Руденко и перейду к этому вопросу. Вообще, значит, не Роман Андреевич, дедушка говорил, Михаил рассказывал о Руденко процессе. У меня были с ним диалоги. Встречи. Но рекомендовал Сталину Руденко и Вышинский действительно рекомендовал Афанасьев, главный военный прокурор, который выступал главным обвинителем по армии Краевой в Москве, который процесс проходил. А Руденко у него был в числе обвинителем. И Афанасьев, будучи человеком очень объективным и находящимся в очень плохих отношениях с Вышинским, он оставил воспоминания о Вышинском. При докладе Сталину он сказал, что вот неплохо бы было, неплохо бы было, неплохо бы было, естественно, в этой ситуации значит, рекомендовать вот Руденко. Почему Руденко? Потому что Руденко был покором Украины в то время. 2 июля 41-го года, через буквально там несколько дней после начала войны, он написал заявление работы в прокуратуре Советского Союза, что его отправили на фронт. Его отправили заместителем прокурора Украины. Он фактически шел по следам, в отличие от своих коллег, там, допустим, государственных обвинителей от Франции, США или Кабритании, и нюхал этот порох, и знал, что такое фунт лиха. И он это хорошо понимал. Но и Сталин, конечно, это учел. Мы провели 21 процесс, наш советский здесь, по состоянию 1987 года судили 17 173 человека. А по 21 показательным таких процессам, вот Миша сказал уже, там и Минский процесс, и Ленинградский, так и Псковский процесс, и Новгородский процесс, и Харьковский один из первых процессов, и Краснодарский процесс, 252 человека тогда осудили. И причем большинство этого во время войны эти процессы уже прошли. И Рубянка к ним тоже прикладывала руку. Он хорошо знал. Отношения у Сталина с Вышинским были очень близкие. Мы-то не должны забывать. Доверие было очень большое. Сталин с Вышинским сидели в одной камере, в одной тюрьме, в Баиловской тюрьме в свое время, до революции. И они понимали это. И если я смотрел журнал захода Паскребушевых к Сталину, так маршал Победы Жуков заходил к Сталину за 45-й год 11 раз, а Вышинский 55 раз, 5 раз больше. Поэтому он его информировал обо всем, но у Сталина, как говорят, и своя голова за плечами. Это отдельный разговор о Роденкове. Вы знаете, я книгу написал, а Роман Андреевич сейчас ее переписываю. Миша мне передал свои воспоминания о деле, очень интересно. Мне сейчас нужно на целую отдельную конференцию посвятить Роман Андреевичу Роденко. Но сейчас, конечно, я хочу ответить на вопрос, как нам удалось договориться. Я на него частично начал говорить. Значит, каждый представил, приехав в Лондон со своим проектом. Мы тоже приехали со своим проектом. И 3 июля 1945 года представители СССР, это Трайнин и Нептиченко, представили наш проект. Он состоял из 12 разделов и 37 статей. Значит, мы считали, что мухи отдельно, котлету отдельно. Американцы считали, что соглашения политическая и правовая часть должны быть соунищены. Мы это отвергали. Мы считали, должно быть отдельно соглашение подписанное, что вот мы ниже подписавшиеся пришли к выводу о таком-то, о таком-то. А отдельно устал. И наша точка зрения в этом плане победила. Вот. И мы ее провели. Значит, вопросы сложные были в судопроизводстве. Это сложные вопросы. И, конечно, там надо было, конечно, провести большой анализ народной практики. И здесь огромную роль, конечно, сыграл тральнин. И, значит, его авторитет, не зря его включили в состав делегации, его работа об уголовной ответственности гикеровцев сыграла достаточно такую доминантную роль в разработке устава. И она была неким маяком. Знаете, есть блуждающие огни, вот их много там всяких уставов, предложений там высказывается. А есть маяк. Вот этот маяк был тогда там на Лондонской конференции троим его. Его фундаментальная работа об уголовной ответственности гикеровцев и две работы, которые он написал до того, я не буду их называть, тоже известные, но менее известные, чем последние, потому что Джексон, и я уже сказал, Джоу Литтлорканстер читали эту работу и на нее ссылались, даже более того. Значит, Нерубецкий грибунал никто не получил, ни один ученый, ни один правовед не получил благодарности от Нерубецкого грибунала, ее получил Тройник. И Тройник, кстати, дружил с дедом Михаила, и часто бывал на даче, они там в футбол играли, Роман Андреевич Руденко стоял на воротах, но это отдельная история, это мы как бы в касте юридического отступления с Мишей когда-то обсуждали и с Сергеем Роман Чебруденко, сыном Романа Андреевичем, вот мы с ним тоже дружим, много чего вспоминают. Вот, ну и вот тогда, значит, я уже вам сказал, что, значит, политическая составляющая здесь играла большую роль. Вот Джексон на каком-то плане ничего не смог договориться с русскими. Нас больше всего поддерживали французы. Почему? Потому что Франция была оккупирована. Если взять численные потери, она быстро оккупирована была, но все-таки численные потери даже гражданского населения у Франции были значительно больше, чем у той же, значит, у тех же США. Франция потеряла гражданского населения 412 тысяч. США потеряли гражданского населения 3 тысячи. Англичане потеряли 92 тысячи. Вот, поэтому, и все-таки во Франции было очень развито антифашистское сопротивление, там 30 тысяч русских воевалов в антифашистском сопротивлении. Огромное количество было. Поэтому французы нас поддерживали больше. И когда, значит, вот, поэтому, вот плюс, значит, такая некая солидарность наша была с французами, и французы тоже отдавали должное. Ведь благодаря настоянию Сталина, мы же Францию включили в число победителей. И французы это понимали. Очень хорошо понимали. Если посчитать, сколько воевало французов в антифашистском сопротивлении, и сколько французов воевало против Советского Союза, то, наверное, будет их больше. Но, тем не менее, они стали победителями. Вот. Мы находили общий язык. И еще почему континентальная французская система права, она ближе была к нашей советской системе права, которая вообще-то опиралась на такую континентальную модель. Но нужно дать должное Джексону, который человек очень грамотный, очень справедливый, обидчивый очень, амбициозный, ведь он хотел стать президентом, в отличие от Романа Андреевича Роденко, от нашего кособвинителя, которого за год до войны сняли с работы, и неизвестно, чем бы это все окончилось, но это отдельная тема разговора. А вот все говорили о высокой квалификации, это уже забегаю вперед, я поддерживаю Михаила Роденко, говорили о его прекрасном чувстве юмора, о его прекрасной юридической подготовке, о его умении ладить с людьми, помочь ближнему, о его высокой внутренней культуре. Это все отмечали, все отмечали, всегда ровный, спокойный, уравновешенный ко всем, будь это просто секретарь, водитель, либо это главный государственный обвинитель от США, он ко всем относился одинаково. Это отличительная черта была всех советских юристов, которые находились и в Леонберге, и в Лондоне. Таким был Никитченко, таким был Троим. Ну, вот я частично ответил на этот вопрос. И когда все-таки мы убедили, мы же настаивали, чтобы обвинительное заключение было передано им, я имею ввиду, обвиняем, англосакцы возражали, противовольствия. Ну, когда, Джексон прямо говорил, ну, как же так, мы петь до суда, раскроем все наши карты, все наши карты обвинения. Ну, этот Иоанн Никитченко сказал, что, знаете, такие правила, это будет справедливо, это будет справедливо, и мы предоставили большие гарантии обвиняемым, а потом подсудимым, которые они не давали ни одному из тех невинно убиенных, которые подвергались геноциду, пыткам, уничтожению во время Второй мировой войны. Такого не было. Поэтому мы настаивали на максимально справедливом, гарантированном, взвешенном суде в отношении нацистских преступников. Теперь можно назвать приговор с их преступниками. Поэтому хуже, конечно, была бы просто мисс. Вот поэтому то, что касается этой самой лондонской конференции, я вижу, что это историческая необходимость. Это чрезвычайно важный прецедент для раздумий о том, что произошло. И потом, наконец, печаль, потому что история мало чем у нас учит. фосфактум говорит. Но когда мы Джексона все-таки убедили в том, что надо предоставить им обвинительное заключение и нечего бояться, значит, Джексона в своих воспоминаниях потом вспоминал, что да, советская модель, предложенная Никиченко и Трениным, оказалась более демократичной. И мне об этом говорил, вот проходила конференция 15 лет назад в Институте Международной в Институте в Академии наук, в Академии наук, да, проходила конференция, я встречался с президентом фонда Джексона, он мне вспомнил тоже эти слова и сказал, что Джексон значит, очень высоко оценил вклад советской делегации в разработку устава мемобедского процесса. Значит, мы убеждали их, понимаете, там же паритет был полнейший, территория Великобритании была, если Познамская конференция, это все-таки территория, где проходила, территория была оккупированная нашими войсками, на территории и, значит, здесь спору не было, значит, где проводить конференцию англичане, французы и американцы сразу согласились приехать в Познам, вот, и мы там обеспечили надлежащую охрану Цицелин Хофи, значит, то здесь все обеспечивали англичане, хотя тут угрозы никакой не было, как мы хорошо знаем, там это не Берлин, Познам, где действовало полно еще не добитых фашистских группировок, вот, поэтому мы убеждали шаг за шагом, вот, обсуждали все 37 поправок, которые мы внесли, 37 статей в 12 разделах, рассматривали их разделы, рассматривали, кое-чего отказывались, кое-кое-чего дополняли, вот, ну, и таким степ-о-степ, немножко шаг за шагом, находили компромиссы, находили компромиссы, вот, там было много компромиссов, например, потом, например, мы хотели, чтобы конференция проходила, вот, важный этап был, в Берлине, да, они настаивали немного, настаивали, если фашизм тут зародился, американская зона оккупации, прекрасный, тут, вот, почему-то, кластер есть, как теперь принято называть, где там все в целости и сохранности, и зал суда, и тюрьма, и тут он зародился, здесь его надо и похоронить, но, ну, тогда было принято решение, что в Берлине мы проведем, значит, учредительные конференции, как мы знаем, заседания, распорядительные, так называемые, эти заседания мы провели, это первое заседание провел Демофеевич Никитченко в Берлине, вот, но мы согласились уже в Юрмберге участвовать, потом мы шли дальше, ведь там же в наше отсутствие уже, уже когда, значит, мы договорились обо всем, значит, французы, англичане, вот, и американцы договорились, что будут допрашивать обвиняемых только англичане, а только американцы, и на это согласили французы, Роман Андреевич Руденко, когда был, значит, приехал туда, естественно, категорически отверг эту идею, категорически отверг эту идею, вот, он вышел на диалог с Джексоном, и мы допрашивали всех обвиняемых потом, это очень важная позиция была, кстати, это огромный вклад был в доказательную составляющую рунганского процесса, и я вам скажу, почему, потому что у американцев система анализа доказательств была совсем другая, у американцев были так называемые опросные листы, они типовые были для всех, они их разработали, Герингу, Геббельсу, Кальтербрунеру, Немель, Риббентропу, всем одинаковые, шарашили, мы же подходили, я встречался с руководителем нашей следственной делегации, следственной группы, Александрова, который жил на Ленинском проспекте, в 16-м, дом прокуратуры ЦССР, а Роман Андреевич Дуденко, он в научно-методическом совете был, интеллигентнейший человек, вот, он даже выступал почти обвинителя, даже есть, на трибуне он стоит, ему, сотрудник СМЕРШа подает документы совового, зайдите ему в день рунганского процесса, я эту фотографию из архива взял, от своего, мне Александра подарил, я ее там поместил, вот, Александров говорил, что к каждому допросу они готовились, это были бессонные ночи, я, говорит, готовил вопросы, шел к Роману Андреевичу Рубенко, с ним согласовывал, он дополнял, а потом мы подходили, приходили на этот допрос, но это все было выработано именно в Лондонской конференции все эти позиции, если бы Лондонская конференция не состоялась, ведь там, вообще-то, сначала хотели вообще одной декларации о создании устава, а там, там, бросимся в драку, а там как все пойдет, вот, мы настаивали на четкой регламентации всех позиций, поэтому мы разделили, вот здесь, политическую составляющую это соглашение и отдельный устав, с нами согласились, потом мы предложили 12 разделов, куда включили 37 статей, и каждую статью обсуждают, и, конечно, там, кое-где там дополняли, я могу не сказать, что там, значит, абсолютное большинство было наших идей, нашим там свой вклад внесли и англичане, и американцы, и французы внесли вклад, но наша составляющая была очень большой, особенно, я имею в виду, научная составляющая, которую представлял тогда Драйнин своей известной работой, и на которую ориентировались фактически все обвинители, которые, участники Лондонской конференции, которые вырабатывали уставлен Лондонского трибунала. Александр Григорьевич, большое спасибо, вы это так подробно ответили, что затронули сразу несколько тем, и, видимо, еще один вопрос, в общем, сделали неактуальным, если позволите, мы к вам вернемся чуть позже, с еще одним вопросом, как раз связанным с решением о присоединении Франции к числу стран-победителей, а сейчас я бы хотел передать слово, Константин Могилевский вышел на связь, значит, значит, для тех, кто, может быть, не знает, Российское историческое общество делает очень много для того, чтобы память о Нюрнбергском процессе она и в нашей стране, и за границей, она, чтобы это не забывалось, и для того, чтобы ключевая роль Советского Союза в организации и проведении была известна за рубежом, вот недавнюю выставку Александра Георгиевича Звягинцева в Музее современной политической истории открывал председатель Российского исторического общества, и сейчас мы бы хотели передать слово председателю управления этой организации Константину Ильичу Могилевского, пытаемся подключиться. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день, я приветствую участников конференции, посвященной 75-й годовщине, подписания соглашения между Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран ОСИ. Я приношу свои извинения за то, что не смог в прямом эфире участвовать в сегодняшней конференции, поэтому в своем коротком выступлении хотел бы обратить внимание только на один аспект изучения этой темы, на один на самом деле ресурс, который подготовлен Фондом Истории Отечества, подогида Российского Исторического Общества. Речь идет об электронной библиотеке исторических документов. Найти ее можно на нашем портале historyrussia.org и представляет она из себя подборку архивных документов ранее опубликованных. На сегодняшний день их уже около 130 тысяч. Эти документы они разные периоды российской истории освещают. Ну, в первую очередь, конечно, период революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны, то, что ей предшествовало и то, что за ней последовало. И недавно эта коллекция отцифрованных обработанных документов пополнилась документами из сборника 1987 года восьмитомника сборник материалов по Нюрнбергскому процессу. И теперь каждый человек может пользоваться возможностями контекстного поиска. То есть по каждому из документов содержащемуся в этом сборнике, восьмитомнике возможен контекстный поиск по фамилиям, по географическим наименованиям, по специальным терминам, по любым словосочетаниям. и конечно это делает важнейший исторический источник намного ближе как к профессиональным историкам, так и любителям истории. Этот ресурс очень прост в использовании. Есть два окошка. В одном окошке распознанный текст, а в другом окошке оригинал публикации, для того, чтобы можно было сослаться на конкретную страницу публикации, для того, чтобы можно было сверить точность распознавания. Мне кажется, что это очень важный, полезный инструмент в большой и нужной работе по популяризации наших знаний о нюрберском процессе, наших знаний, которые на самом деле лежат в основе ценностной российской позиции той системы ценностей, на которой базируется и наша внешняя политика, и наше в принципе представление о справедливом мироустройстве. И конечно в этой работе по изучению, по популяризации истории нюрберского процесса и всего, что ему предшествовало, в том числе и соглашение 75-летие, которое мы сегодня обсуждаем, оно кстати тоже есть в этом сборнике соответственно на портале российского исторического общества. Очень важно не останавливаться, много еще все предстоит сделать. Знаю, что активно обсуждается перспектива публикации стенограмм Нюрнбергского трибунала на русском языке и наверное в первую очередь стоит говорить об электронной публикации. Очень много делается, на самом деле на протяжении десятилетий Александром Григорьевичем Звягинцем. Речь идет и об огромном количестве документальных фильмов и книг, как публикации источников, так и художественная литература. И здесь мы, конечно, все Александру Григорьевичу помощники, Александр Григорьевич всегда в своей деятельности и дальше рассчитывайте Российское историческое общество на фонд истории Отечества. Много работы впереди, но мне кажется, очень важно руководство своей деятельности постулатом о том, что решения Мюнбергского трибунала никогда не должны и не могут быть пересмотрены. И для этого мы все должны знать и рассказывать людям о том, что на самом деле произошло 75 лет назад в Мюнберге. Уважаемые коллеги, я желаю участникам конференции успешной работы. Хотел бы поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Спасибо Константину Ильичу Могилевскому, который смог, несмотря на дальнее расстояние, выйти с нами на связь. Сейчас я хотел бы предоставить слово Станиславу Геннадьевичу Давыдову, который тоже вроде наконец преодолел технические сложности. Нет смысла распространяться о роли Музея Победы во всем, что касается сбережения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Вместе с тем в последние годы в музее проводится работа им связанная с тем, чтобы расширить свою деятельность на дополнительные сферы, в том числе на то, что касается Нюрнбергского процесса, и вот Александр Григорьевич сможет рассказать об этом лучше, но в чате появилась информация о том, что Музей Победы выбран как площадка для большого мероприятия, посвященное 75-летию начала Нюрнбергского трибунала. Обо всем об этом, а также о других новинках и новых веяниях в музее, во всем, что связано с Нюрнбергским трибуналом нам расскажет Станислав Геннадьевич. Станислав Геннадьевич, вам слово. Добрый день. Ну, я бы хотел остановиться на таком аспекте, как значение лондонской конференции в контексте других международных форумов, в плане повышения международного авторитета Советского Союза. Хочется начать с такого международного важного события, как конференция в Сан-Франциско, которая решила очень важный вопрос о создании международной организации объединенных наций. ООН. Надо сказать, что на ней уже западные дипломатия, прежде всего, дипломаты США затратили немало усилий, чтобы воспрепятствовать включению в устав ООН положение о принципе равноправия и самоопределения народов, и только благодаря логичной и последовательной позиции, которую занимал Советский Союз, этот принцип был окончательно утвержден. Благодаря работе, проведенной Советским Союзом на конференции в Сан-Франциско, в уставе он был закреплен принципом самоопределения как в общей форме, так и в виде требования независимости для народов, не имеющих своей государственности. Ну и, конечно, следует напомнить, что конференция в Сан-Франциско была первым в истории международных организаций мероприятием, на котором русский язык был признан официальным наеду с китайским и испанским языками. Это, конечно, свидетельство престижа Советского Союза. Надо сказать, что в работе Лондонской конференции также обозначился этот факт констатации того, что роль Советского Союза в мире выросла и выросла весьма-весьма значительно. Ну, я напомню, что конференция разработала правовые основы трибунала, дополнила, так сказать, их. Помимо этого, конечно, правовыми основами трибунала являлись и ГАГСК конференции, Женевская конференция о содержании военнопленных решений и договора Лиги наций. Хочется отметить, что вот как раз еще в 43-м году Николай Николаевич Полянский, видный российский и советский юрист, специалист в области уголовного права, обратился в Чечайную государственную комиссию и представил проект о предании гитлеровского руководства международному суду. Ну, на самой конференции именно по инициативе советской стороны было решено подготовить два документа. Это соглашение о создании международного трибунала и устав этого трибунала. Была проделана большая работа на конференции по совмещению двух процессуальных систем, это континентальный и англо-саксонский. Весьма сложным был вопрос о том, что есть такое международное преступление. Конечно, возникли трения, были определенные споры. Дело дошло до того, что глава американской делегации Роберт Джексон, будущий главный обвинитель на Нербергском трибунале от США, выехав в Патт-Дам, где, я думаю, все знают, проходила значимая конференция, встреча большой тройки, и поставила вопрос перед госсекретарем Джеймсом Бирнсом о создании трибунала без участия Советского Союза. Однако, никакой поддержки он не получил, поскольку это было сделать невозможно. Советский Союз был слишком значимой фигурой, и игнорирование в таком вопросе, как организация проведения трибунала международного было просто невозможно сделать. Ну, хочется, опять же, подчеркнуть, что и на самой подсдамской конференции весьма выпукло было ярко представлена роль Советского Союза в устройстве послевоенного мира. И эта конференция продемонстрировала рост и влияние Советского Союза. Достаточно, собственно, упомянуть только вопрос о Германии и решение вопроса по Польше. Ну, если вернуться к лондонской конференции, то тут, опять же, значимость участия в ней Советского Союза подчеркивает тот факт, что большое значение для подготовки устава трибунала сыграли труды советского ученого Рона Наумича Тренина и прежде всего работа 1944 года об уголовной ответственности гитлеровцев. Ее крайне высоко оценивали и американские участники разработки трибунала. Ну, и в конце концов, хочется указать на тот факт, что именно по предложению и настоянию советской стороны в первый список военных преступников, но он опубликован уже после конференции 28 августа, были включены заместитель Геббельса по пропаганде Ганс Фридж и командующий германским плотом бывший Эрих Редер. Конечно, предлагалось больше, но включили этих, и это тоже говорит о том, что советская делегация имела вес, значительный вес, не меньше, чем другие участники разработки вот этого устава. Таким образом, вот если взять совокупности, все эти международные форумы и, конечно, вот эту лондонскую конференцию, то все они демонстрируют, как я уже говорил, весьма значительный повышение удельного веса Советского Союза на международной арене, демонстрируют то, что с ним считались, демонстрируют то, что действительно именно Советский Союз как бы сказать, был, наверное, может быть, если я не побоюсь этого слова, душой организации процесса, который привел в дальнейшем к, что называется, суду народов, к череде трибуналов, где были осуждены преступники, осуждены и фашизм, и японский милитаризм. На этом я бы хотел завершить свое вступление. Спасибо большое. Спасибо Станиславу Геннадьевичу. Наша конференция приближается к завершению. Я хотел бы позволить себе сказать несколько слов о человеке, о котором говорили и Александр Григорьевич, и Станислав Геннадьевич. Для нас фигура Аарона Трайнина, она представляет определенный интерес не с точки зрения, не только с точки зрения его роли в Нюрнбергском процессе, его правового вклада в правовую сферу, но и просто как человека исключительной судьбы, и в отличие, поскольку Аарон Трайнин был единственным из активных участников советской делегации на Нюрнбергском процессе, который не был членом корпорации, ни судейской, ни прокурорской, он был просто ученый нет, как сейчас бы сказали, и общественный деятель, нам показалась его история очень интересная. Я с вашего позволения скажу несколько слов о его истории, Александр Георгиевич Нерникас меня поправит, потому что он значительно глубже знает всю эту историю, значит, мы можем говорить о Трайнин, как о человеке, который в советское время, так сказать, мог бы быть героем очерка, человек интересной судьбы. Аарон Наумович родился в еврейской семье в Витебске и в 1883 году уехал в Калугу, где окончил гимназию с золотой медалью, а потом отправился в Москву для поступления на юридический факультет, с которым, собственно говоря, был связан всю свою жизнь. С первых дней обучения он включается в студенческое демократическое движение, принимает участие в работе большевистской фракции студенческой организации Московского университета и даже избирается в Центральный университетский орган Совет Старост университета по списку большевистской фракции. За участие в революционном движении Аарон Наумович три раза арестовывался царским правительством. Я, опять же, не буду погружаться в те труды, которые Тройнин писал и в студенческие годы, хотя они, на мой взгляд, очень интересны, и даже из сегодняшнего дня, скажем, в 1908 году он написал работу, которая называлась «Классовая борьба и наказание в истории русского права». Как бы то ни было, значит, вот мне бы хотелось остановиться на двух малоизвестных отрезках жизни Аарона Наумовича. Один, он был сотрудником Международного Политического Красного Креста. Это такая очень интересная история, значит, организация, которая называлась «Помполит» и «Политпомощь», которую возглавляла жена Максима Горького Пешкова, и которая при Ежове была разогнана в рамках работы в этой организации. Он занимался помощью политическим заключенным, наводил справки о том, где они содержатся, осуществлял организацию материальной помощи. Мне кажется, это организация, ее деятельность, она еще ждет своего исследователя. А вторая любопытная страница биографии Аарона Наумовича, которая проходила параллельно с его юридической работой по созданию научной базы для преследования нацистских военных преступников, это его работа в знаменитом еврейском антифашистском комитете, которую он вел вплоть до его закрытия. Вот несколько штрихов к портрету Аарона Наумовича Трайнина. Нам кажется, что история настолько увлекательная и вклад вклад его в науку и в практическую деятельность по борьбе с военными преступлениями настолько высок, что было бы может быть правильно и при этом настолько же высок его вклад, настолько же значительно забвение о нем никто, почти никто не знает из широкой публики и мы думаем и рассчитываем, что участники этой нашей конференции, в особенности Александр Дзьгорьевич, покажут нам содействие в будущем, в будущем может быть провести какое-то мероприятие, посвященное его памяти, тем более, что Московский государственный университет, жизнь которого была с ним связана, жизнь Аарон Наумовича была с ним связана от начала прошлого века до его кончины, а также Академия наук, членом корреспондентом которой он являлся, что можно будет провести какое-то мероприятие, которое будет посвящено его памяти и его вкладу в Нюрнбергский процесс и в науку о наказании военных преступников, значит, вот такие, и такое коротенькое выступление я хотел бы завершить на этом и передать слово еще раз Александру Георгиевичу Звягинцеву, если позволите, вот к нам поступил еще один вопрос, который вы частично уже осветили, но вот не могли бы вы более подробно рассказать, хотя это не совсем связано с Нюрнбергским процессом, это его предыстория, вот о том, как вот принималось решение и по каким причинам принималось решение о том, чтобы кооптировать Францию в число стран-победительниц, в число участниц Нюрнбергского процесса, почему? Потому что это какое-то такое основополагающее событие для мировой политики всего послевоенного периода, как-то оно не является известным для широкого круга, и вот, значит, один из наших слушателей просит вас рассказать об этом чуть более подробно. Ну, вообще, эта тема вообще никакого отношения не имеет, все честно говоря, к нашей конференции, но и косвенно право, это было само политическое решение, которое решалось Сталину совместно с Рузвельтом и Черчиллом. Ну, я уже сказал, что, во-первых, в Франции достаточно сильное было сопротивление. Если в Италии тоже было сильное сопротивление, там русских воевало, допустим, если партизан там Стелла Росса или такой огромный отряд в Гарибальде воевали 100 тысяч человек, и из них там были известные русские, там, Картона такой известный, он воевал в горах Монте-Соли возле Макзабота, вот, и даже в Сан-Та-Надес-Песима там воевали наши русские 5 тысяч человек, в Луганце там было 30 тысяч человек русских сопротивлений. Вы посмотрите, вот я снял два фильма, мы им сценария, мы недавно подошли по российскому телевидению, он называется «Свои среди чужих», и не сдать и не сдастся, это как раз посвящен французскому сопротивлению, итальянскому сопротивлению. Вот то, что касается французского спрятого, 30 тысяч, и на отдельный отряд, как известно, это были женщины, женский отряд, родина, женщины, которые были советские гражданки, которые выдвались на свободу, организовали свой отряд, ну и такая красавица Бутурлинская, ее кличка во Франции Марли была, она писала «Мат французских партизан», которые поют это, «Матипель», она писала его для смоленских партизан, но он так понравился в свое время Марию Зрюону и всем остальным, и Деголю, что они взяли и пели «Мат французских партизан». Поэтому мы искренне с одной стороны сочувствовали, мы понимали, что регулированные французы на Восточный фронт не всегда с охотой воевали, хотя некоторые там, допустим, с особым рвением дошли до Бородинского поля и сказали, что вот Наполеон здесь был и мы здесь были, но я не буду вспоминать вот эту историю, когда наши им дали так духу, что они летели за границу слишком быстро, но мы должны помнить, что у нас же были общие акции, это, допустим, искомили Нормандию Неман, которая воевала здесь против немцев, ну и были и другие совместные мероприятия, но еще одна важная вещь, когда Черчилль принимал операцию немыслимую, он видел решение после Ялковской конференции, эта операция была посвящена напределению Советского Союза и Российского Развязания Второй Мировой войны, а мы параллельно вели переговоры о создании Лондонской конференции, мы параллельно вели переговоры о создании Потсдамской конференции, а Черчилль в апреле дал указание, а 22 мая ему на стол на 29 страницах лег этот план немыслимой. Почему этот план стал возможным? Потому что во Франции было очень сильное социал-демократическое движение, очень сильное социал-демократическое движение. И Черчилль с одной стороны боялся, что мы за 3 дня можем дойти до Гибралтара, а если была воля нашего государства, это бы и произошло, и нас бы поддержали французы. Вот они боялись, что вот закончится война, и если русские не пойдут значит дальше, то как знать, во Франции придут коммунисты. Вот даже вот известное, главное, я считаю, одно из самых важных, я считаю, два важных свидетеля наиболее это, конечно, Примик Паульс, который развенчал миф о том, что Советский Союз готовился к войне, и прямо сказал 11 и 12 февраля 46-го года, когда я допрашивал Руденко, а потом на следующий день допрашивали ему адвокаты очень усиленно, вот, и сказал, что мы не располагали, разрабатывая ей план Барбароса нападения на Советский Союз от нашей разведки и от наших дипломатов данными о том, что Советский Союз готовится к нападению на Германию. Первый был очень важный допрос и свидетель конечно важнейший допрос, это принцип непосредственности в головном грамме, еще большое значение от узницы Астренцема Мари-Клод Емко-Перьер это дочь организатора хозяина журнала ВОК всемирно известного журнала сейчас у нас создается это была высокая красивая женщина она была моделью ВОК она блистала на подиуме но она блососала демократические взгляды ее бросили в концлагере сначала в одном концлагере сидела потом она в Советский Рыск потом приезжала после ВОК потом ее в Освенцию перейдили но она несла идеи рассказывала посмотрите их им свидетель зайдите на виртуг фильм из которого мы снимали я встречался с ее сыном приемным правда как он рассказывал о своей матери знаете без комка года нельзя об этом говорить поэтому настроения французские были очень блесты по духу русским ну все-таки бастилия свобода равенства братства вот тут огромное значение имело значит победоносное шествие нашей армии огромное и вот не удалось начать операцию немыслимое Черчилль по той причине что даже Трумами его не поддержал 67% американцев считали что нужно линчевать вообще всех фашистов такие же настроения по эту сторону Атлантики были Великобритании настроения к Советскому Союзу были самые радужные потому что ждали сводок с полей битв со Скалинградского сражения с Кутского сражения и конечно это создавало большую резонанс я знаю я гружусь с Дураком Михайловичем Черчевадзе князем родился известный род Черчевадзе вы знаете его хорошо вот он родился в Париже во Франции он прошел эту войну и вот он мне рассказывает как его дед художник когда значит он не сдал радио они на против гестапо жили там услышал там ночью под кровать его там служили что мы победили на спорнике на протяжении в Сталинградской битвы взял наулочку покрасил ее красной краской ванной взял швабу и вылесил ее на балконе вот а утром шел Мирославский я себя увидел в ужасе прибежал к нему в 6-7 мустагенский создавал эту красную шваб импровизированный выбросил его и там через час прибежали гестапо чтобы арестов его деда кто сказал что да нет я тут мать она сохла поэтому внутри Парижа были такие настроения конечно там потом шла борьба с горизонтальным коллаборационизмом конечно очень некрасивая когда женщин которые значит жили там с немцами вот они их гоняли голыми по естественным полям в одних майках вот там значит трусах в неглиже вот такая же история была в Голландии вот но это не придает мужества французским мужчинам вот и доблести их не не откладывает отпечаток доблести на их поступки но в целом настроения французские были очень патриотичными очень близкими к русскими тем более мы все-таки считали соратниками по оружию легендарная история с Нормандией и Неман ну и там были конечно политические вопросы политического целесообразия политического соединения потому что не надо забывать что Деголь все-таки приезжал в Москву мы делали переговоры там делается большая антифашистская движение вот и поэтому мы считали что французы в общем-то ну духом были с нами вот хотя они не могли они были порабощены в общем-то порабощены фашистами очень быстро ну такой был предательский тогда режим который не мобилизовал французскую нацию на борьбу с врагом но я вернусь немножко в тройнином эту историю можно рассказывать долго если хотите давайте конференцию проведем по ней в тройнину значит я здесь хотел меня очень поддержать конечно тройнин это очень знаковая фигура мы его недооценим мы вспоминаем естественно Ивановича Никитиченко вспоминаем естественно Роман Андреевича Руденко его колоссальнейший вклад сюда вот в юмберский процесс но значит советская часть как правильно называлась она тогда и в паспорте у Руденко написано так было и у Рогинского у всех значит заместитель государственного обвинителя советская часть обвинения такого написано паспорт музея заедите мембельского процесса так вот она состояла из семи структур это Руденко заместители помощники секретариат вот ну и так далее там не буду потом там отдельно хозяйственная система обеспечения там была это значит там документационная часть была переводчики были но были еще и консультанты и тройнин постоянно прилетал постоянно прилетал на Нюрунбергский процесс и помогал формулировать многие составляющие обвинительного заключения приговора тут его вклад огромен был огромен и даже речей наших государственных обвинителей Руденко и разом выступал практически ко всем прикладывал потому что мы увидим в речах Романа Андреевича очень много латыни вот ну я вам скажу практик довоенный не очень-то владел понимаете хотя Вышинский хорошо знал латынь я изучал очень подробно его биографию он закончил Киевский флосуниверситет имени Святого Владимира его даже оставили для получения профессорского звания и он прекрасно знал там и латынь и греческий немножко знал он говорил и по-немецки и по-английски и по-французски говорил но тренировый был консультантом зайдите на Трескую 21 Центральный музей современной истории России и я со своего архива туда передал там много моих фотографий очень много больше половины наверное вот фотографию мне ее передала часть этого архива Рогинский Марк Юрьевич там сидит Тройнин во время заседания Нембельского дебюнала за столом с правой стороны сидит Руденко рядом с ним сидит Александров вот а а слева и Рогинский а слева вы увидите вы узнаете по усам повернувшись три четверти сидит Тройнин и слушает что происходит в заседании Нембельского дебюнала поэтому да это ученый который в общем-то я не могу сказать что он забыт по крайней мере в своих произведениях я его вспоминаю постоянно и всегда вот но я думаю что к его творчеству надо обратиться по одной простой причине поскольку у него я его не все работы прочитал я написал там уже около 20 работ в мирогатском процессе больше 20 фильмов снятых по моим сценариям но по его работам можно узнать что как создавалась подлинная и правдивая история вот на Нембельском процессе который является определенным сейчас моральным препятствием для тех кто хотел бы доминировать в мире потому что это работы они фундаментальны они они опираются на нормы международного права поэтому вот эту свечу разума которая зажгла лондонская конференция которую поддерживал потом Нембельский процесс вот а затем принял свои фундаментальные не не никаким образом не определяющие там значение там 45-го 46-го года они не детерминированы никаким обстоятельств решения они в общем-то помогают нам сейчас вот мирно жить и двигаться вперед к созданию нового мира порядка потому что я сразу скажу что тогда во время после Нембельского трибунала его иногда называли часто говорил Нембельским эпилогом который подвел черту под кровавыми злодеяниями фашизма ну это можно говорить в отношении казненных главарей третьего рейха поставленных незаконно преступных организаций эта метафора вполне оправдана но сейчас чтобы в принципе демократии восторжествовали в мире и остались навсегда нам надо опираться именно на решение вот Нембельского процесса фундамент который был заложен 75 лет назад в августе в эти дни на лондонской конференции спасибо Александр Викторович большое вам спасибо надеюсь мы удовлетворили интерес задавших нам вопросов я хотел бы с вашего позволения подвести итоги поблагодарить еще раз музей победы российско-исторического общества культурно-просветительскую ассоциацию орден за то что они они смогли найти время для того чтобы отметить эту дату о важности которой сегодня так много сказал Александр Григорьевич еще раз большое спасибо вам Александр Григорьевич большое спасибо Станиславу Давыдову из музея победы Константину Ильичу Могилевскому из российского исторического общества Михаил Михайловичу Амирджану внука Романа Руденко главного обвинителя я надеюсь что это было интересно и что мы скоро встретимся потому что ближайшие полтора года будут отмечаться большое количество 75-летних юбилеев событий связанных с Нюрнбергском процессе связанных с Нюрнбергским процессом еще раз большое всем спасибо всего доброго спасибо большое большое спасибо вам Илюша большое спасибо всем кто участвовал в конференции особая благодарность российскому историческому обществу Константину Ильичу который помогает нам реализовывать многие наши проекты спасибо до скорой встречи всего доброго всего доброго спасибо до скорой встречи